собственно говоря сделал я первые три записи после чего решил узнать как же продвигается мое новое увлечение и выяснить что действительно игрушка у нас однако довольно таки сильно громкая поэтому через системные настройки я попытался понизить громкость и собственно говоря посмотрим будет ли она все так как надо или же придется еще проводить некоторые манипуляции но первые три серии записаны и записать по новой как тоже не хочется поэтому пускай уже будет так как будет соответственно начиная с этой четвертой и последующих будем пытаться делать так что все было в сбалансированном состоянии в общем столовая я выяснил что сьюзан и хелен разделились и теперь не могут найти друг друга по этой причине сьюзан и позвонила мне а Да, трудно баланс найти, но если верить тому, что я сейчас слышу. Ну, пускай будет в таком варианте. Сейчас мы этот уровень пройдем и я проверю, как оно. Продолжение следует... Сойдет. Хотя нет, давайте-ка для начала сделаем... А, понял. Ну, в принципе, свет нужный нам дается, так что проблем никаких. Так, а, ну, на здоровье восстановилось, в принципе, это хорошо. Так что, тут уже не страшно. Теперь берем фонарик и бегом, бегом, тикаем, тикаем, тикаем. Хотя тут уже не так сильно и темно, но кто его знает. Так. Дверь откроется или ключ нужен? А, механизм, окей. Так, а где же этот механизм? Что я упустил? А, он здесь. А, понял. Ох ты ж... Здравствуй, добрый человек. Вернее, твоя половина. О, как хорошо. Обожаю, когда такой... Кстати... Одного пациента нужно освободить. Я, кажется, догадываюсь, где он может быть. Ну, вроде бы не громко, хотя кто его знает. Ох, здравствуй. Еще один. Так. Нет, пока тебя освобождать не буду. Вдруг тебя еще съедят. Потом это сделаем. Сейчас нужно разобраться с вот этим вот всем делом. А, ну да. Упс. Забыл, что здесь у нас уже одна кнопочка активирована. А значит... А значит... А значит... Нам нужно... Принести сюда фонарик, который у нас тоже... Можно использовать как вот это вот. Так, только чтобы меня еще раз не коснули. Давайте поближе подведем источники света друг к другу. Кое-как аккуратно играем со светом и тенью. Хе-хе-хе. Надо бы, случайно, не было нам плохо. А то уже один раз пострадать мы умудрились. Хорошо хоть здоровье восстанавливается. Это очень сильно меня радует. Лучше вот так поставлю. Пациент не здесь. Значит, в следующем шкафчике. Понял, принял. Аптечку. О, вот это вообще шикарно. Правда, спасибо, конечно. Так. Ага. Значит, все-таки фонарик. Надо поменять. О, два тути. О, два тути. Так. Так. Изи. Так, так, так. Но как же сделать так, чтобы, как говорится, всем было хорошо И меня не костнули, когда я сейчас буду уходить И этому пареньку было великолепно Но, видимо, не как, да? Эээ, ну я же на тебя свечу Ладно Пускай будет так Ну ладно В принципе, сойдет Четенько Дополнительная комната Через эту дверь проникает запах горящей плоти Ох, как весело